загрузки новая загрузка у нас 26 километра какая-то клининговая компания это клининговая машины то ли что мы будем грузить пока не совсем понятно чтобы не было просто что если маленькие там есть большие то ладно увяжутся все но если маленькие эти аппараты то есть пылесосы типа или как там что там будет то придется искать платный паркинг потому что она очень хорошо выносится будем ночевать на платке на какой-нибудь мы посмотрим короче еще не факт что-то у меня вроде как нормально поэтому что он сказал попил йогурта и как-то чуть-чуть отпустила но не совсем до конца я почитал про витамин d содержится он яйца поэтому сейчас мы на загрузке тогда загрузимся два яйца я бахну попробую посмотрю ну блин видите вот встречается такое почему я говорю показываю чтобы вы были вооружены и когда будете ехать на каденцию понимать что примерно брать какие нибудь антиаллерген если у кого-то чувствительность комплекс витаминов обязательно я бы рекомендовал вот комплекс витаминов обязательно подберите хороший потому что много кто с собой берет но я вот пока как-то а и потом но надо брать видимо через 200 метров повернитель направо ну и соответственно диареи головных болей там что-то такие срочные ну смотрите по себе ну вот такие моменты возникают принципе так вот он мой поворот поверните направо продолжайте ехать по дороге 2 километра так через два километра в таких дебрях я не знаю что там за завод конечно но дебри конкретные я все еду такими всеми пролезками так так что-то у нас все уже и уже как-то не есть хорошо что это уже дорога становится но знаков нет никаких не семь с половиной не три с половиной да и дороги другой нет посмотрел что дороги другой нету да мы сейчас там будем щемиться если еще грузовая какая о баль на каркал вступил мне коллега едем дальше к какому-то частному сектору но дорога реально одна только туда поэтому и там вроде знаки какие-то сис там стояли типа промзона да бывает такие моменты особенно в Италии едешь такая дорога узкая едешь думаешь блин ну вот дочка стоит у неужели как-то ну все же бьется по гугл мапсу приезжаешь а там завод огромный такой ха 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 там три кпп там все так серьезно думаешь ну а видите тоже не разрешают может где-то в черте города экология о блин надо было мне тут сдать ну ладно короче у меня так я если мне будут эти большие машины такие которые знаете ну там ну ездят по магазинам по этим со щетками погрузить потому что там на картинке и такие и такие то мне вязаться придется честно говоря я бы лучше увязался чем ночевать с этими с маленькими понимаете сегодня я не доеду выгрузка завтра я бы честно говоря уже с большими с большими увязал бы спокойно и поехал а маленькие такие себе у них есть ноги особенно ночью особенно во франции в италии у них ноги появляются так ну пока не впечатляет а вот моя фирма попадете к целевому пункту вот на даже рампа у них стоит а ну походу шлаб какую-то буду грузиться вот она наверно вы приехали на место лв мат ну да так и что мне делать судя по рампе мне надо туда задним входом зашпилить а как так вот у Встанем вот так за стеночку. Немного перекрутил. Так, сообщим, что мы прибыли. Вот вам и контент. Товар не готов к отправке. И неизвестно, завтра, послезавтра их не предупредили. Короче, вообще непонятно. Пишем диспонент, узнаем, что делаем дальше. Так, все, я сообщил диспоненту. О том, что такая ситуация пояснить не могут. Загрузка точно не сегодня. Сегодня. А я вон туда хочу. Проехать там колечко. Встану. 12 часов. Ну что, кушать, наверное, надо уже делать. Я так понимаю, это не на один час и вообще хер пойми. Если меня здесь оставят, короче, это очень надолго. Вот сюда хочу, где прицеп встать. Сейчас развернусь. Там вообще тупичок такой. Мне, возможно, надо будет ходить. А, там фирма. Возможно, надо будет ходить, что-то показывать. Хотя что показывать, если товар не готов? Какой-то нар вышел, руки трясутся. Ну, наша работа закончена на этом. Мы сообщили, ждем. Будут подбирать другую загрузку, значит другую. Так. Смотрите. В такой момент, обратите внимание, хвост торчит. И мне надо, ну, долго-долго тянуть, чтобы он стал ровным. Смотрите, что мы делаем. Загоняем оси прицепа примерно на парковку, а сами выехали. И теперь проще всего... Вот, смотрите. И вот мы заезжаем. Ровненько, четенько. Можете обратить внимание. Прямо по линии гоним. Так. Возможно, приедут за прицепом. Значит, что-то едем, правильно? Так. Страиваем ладушки. И все. И будем отдыхать. Ну, что, друзья. Очередная загрузка за моими плечами. А значит, я все делаю правильно. Что-то сейчас делаю. Было ли все. Арсенькое, реально. И на этом ужеaint бежу. ВЫО ТВ. Ух! 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 ТВ. вечер в кабину пацаны что я загрузился короче по той загрузки которую мне дали первую по клининговая эта компания отменилась я сообщил диспонент говорит ну я отменяю и мне дали 110 километров вот я приехал загрузил какие-то бигбеги а в бигбеги короче что-то какое-то приправа для для хлеба так пауза нас отбилась я не очень разбираюсь что-то такое сладкое пахнет потому что очень вкусно так мы трогаемся вот 25 тонн тяжеловато плюс помимо того загрузили так не люблю это когда загружено должно быть бигбеги все должны стоять плотничком прямо забиты друг дружке тогда ты получается увязываешь и они стоят мертво но так как они стоят они стоят не плотно посередине сейчас вот группа говорят три поворота пару пару сотен километров по наклоняется и ремнями палет друг другу подтянет через 200 лет на кольцевой развязки воспользуйтесь первым поворотом балеты подтянет и получается ремни будет висеть короче что получается получается что завтра надо будет сегодня проедем потому что будем ехать через бельгию через германию проедем завтра перетянем ремни проедем завтра а нам ехать тысячу километров кстати самый длинный рейс по ходу мой за все это время проедем послезавтра воспользуйтесь первым поворотом что-то я не вкурил таха мне только час 35 дает 8 через 600 метров на кольцевой развязки воспользуйтесь первым поворотом час 35 блин можно положить не выезжать в принципе можно было там и остаться что-то я немножко тормознул час 35 ладно короче выплывем с этих дэшек и будем останавливаться пока увязался пока отбил паузу она выехать сразу ладно как есть так есть вот загрузили интересно так я подъехал калиточка такая я клавишу нажал бонжур я бонжур шаржей назвал название фирмы выгрузки сработало а окей ждем типа я говорю шаржей ндович ланд in такая-то фирма окей окей рампа си там об обе си я сразу на рамку меня загрузили на первый раз такое что даже ничего не это сразу на рамку всякономить фирма небольшая у меня группа говорят о мишдар ну и наверное час 200 метров на кольцевой развязки воспользуйтесь вторым выездом ну ладно выехал надо было стоять и вам хоть поснимаю хоть светло а то что я завтра утром буду снимать да смотрим на знаки что у нас будет вести по каким-то дебрям сейчас немножко поползем есть тут хоть выезд или он врет может навигатор интересный подкинуть маршрутик честно говоря а что там по прямой нельзя получается через 100 метров на кольцевой развязки воспользуйтесь вторым выездом я там наверно не пройду воспользуйтесь вторым выездом или пройду мне кажется можно было и туда ехать ладно уже не будем рисковать воспользуйтесь первым поворотом кучу магазинов здесь я люблю честно говоря возить доску да накончено вяжется долго но как ее прекрасно вязать да две стороны конечно две стороны спина мокрая согласен но через уголки ты ее втягиваешь через противоскользяшки все она стоит как этот плюс она длинная на несколько ремней она не так как эти палеты ну а эти бигбеги воспользуйтесь вторым выездом наташа я тебя убью если ты меня не туда ведешь не дай бог что вообще такая дорога тут через 200 метров на кольцевой развязке остаетесь вторым выездом не ну вроде похоже что-то выезжаем еще и националки короче националками будем до Бельгии добираться едем на Германию кстати туда под Берлин чуть ниже Берлина точно не скажу я так глянул с общего ракурса о смотрите вот так вот по центру становишься и нормально все никто там слова не скажет что сзади едут эти ребята импульсивные до Бельгии 220 километров ну мы вообще никак не успеваем поэтому мы сейчас я говорю что выйдем ехать по дороге 2 километра первый нормальный паркинг и будем останавливаться ну что у меня 40 минут осталось на горизонте ничего такого вот какая то есть в лесу тут а то наверно залазит за ним а а так вот тут стоит Немецкий. Что за холок? Литовский. Метапосит. Немецкий. Меси. Метапосит. 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 Теперь вот так вот немножечко чик делаем. А потом. Вот так. Так болтать не будет. Так. Ну вот так будем ночевать. А что делать? Не всегда получается. Так. Разаднемся. Чтоб спать было на ровном. Вот так вот. Машина пускай поработает. Режим регенерации включился. Вот этот желтенький. Дадим ей поработать. Пускай она пока. 37 минут. Так. Так. Пускай. Тепутлин. Опять. Он blij . Продолжение следует...